Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, уважаемые аудитории! Здравствуйте, уважаемые эксперты. Это очередное заседание телевизионного клуба Казанского федерального университета. Я по-прежнему ведущий этого клуба. Меня зовут Юрий Алаев. И поводом для сегодняшнего сбора послужило заседание совета по русскому языку при президенте Российской Федерации, состоявшееся 5 ноября. На этом заседании много чего было сказано интересного, важного, но, конечно, все СМИ и общественность зацепились первым делом за заявление Владимира Владимировича Путина о том, что русскому языку объявлена война, ни больше, ни меньше. Это, конечно, заставляет вздохнуть. У нас меняются времена, меняются правители, меняются устройства государственные, режимы, а война то тут, то там. И постоянно мы, или перманентно, да, говоря по-русски, мы сейчас о русском языке, ведь будем говорить, да, находимся в некоем таком состоянии осажденной крепости. Но я, когда услышал это высказывание главы государства, подумал, что... Он, кстати, ведь перечислил, кем именно ведется война против русского языка и попытки его искусственного ограничения, его распространения, использования. Он назвал пещерных русофобов, это понятно. Он назвал разного рода маргиналов и он назвал агрессивных националистов. О последних мы, наверное, немножечко поговорим здесь подробнее, потому что здесь камушки в разные огороды летят. Ну так вот, если говорить в этой терминологии, я хотел бы вот сейчас обратиться к экспертам, но я должен для начала представить экспертов. Вообще-то мы приглашали четверых уважаемых ученых и в первую очередь, конечно, члена Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации, который участвовал в этом заседании. Имеется в виду директора Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ Радив Ревкатович Замаледдинов. И приглашали также директора Института международных отношений Рамиля Равиловича Хайрудинова, потому что он буквально вот с вами вместе, да, Рездафавиловна, участвовал 25-27 в форуме в Москве посвященном языковой политике. Ну, как это у нас бывает, джентльмены не смогли, и в результате вот вся тяжесть осмыслений, попытки ответить аудитории, телезрителям на то, на вопросы, что же происходит с русским языком, что мы можем сделать и что мы делаем. Мы в данном случае преподаватели, ученые Казанского федерального университета, вот эта тяжесть легла, опять же, по российской традиции на так называемые, как принято говорить, хрупкие женские плечи. И сегодня у нас в качестве экспертов присутствуют два доктора филологических наук, два декана высших школ, декан высшей школы имени Льва Николаевича Толстого, высшей школы русской и зарубежной филологии, если быть точным, Рездафаильна Мухамедшина, а ближе ко мне и чуть-чуть подальше Татьяна Геннадьевна Бочина, декан высшей школы, у вас имени Будуэна Докуртуне. Вот, мы можем поприветствовать, уважаемых экспертов. Спасибо большое. И, ну, первый вопрос в продолжении вводной части, да, моей вводной части. Я, когда услышал это заявление Владимира Владимировича, у меня первое, что пришло на ум, ну, вот, есть ведь такой прием, да, сознательного обострения для того, чтобы вот добавить какой-то градус, что на самом деле не может речь идти о какой-то войне. Но чем дальше шло обсуждение, я смотрел это по телевизору, потом дал себе труд прочитать стенограмму официально, тем больше возникало все-таки ощущение, да нет, он, он, он серьезно так полагает. Мы можем, вы, уважаемые эксперты, можете предложить вот свое видение, если мы говорим о войне против русского языка, с чего вдруг она взялась, по каким направлениям она ведется. И эта война, сразу я задаю три вопроса, да, в очередь вы будете, можете отвечать в любом удобном для вас порядке. И, что не менее важно, с моей точки зрения, эта война исключительно внешне, Путин упомянул там, что искусственно ограничивают за пределами, я думаю, он имел в виду украинский язык, то есть язык об украинском языке, по-моему, в прошлом или позапрошлом году он был принят. Вот, но есть оборотная сторона, как у любой медали, мы можем говорить о войне против русского языка вот именно по внешнему периметру, какие-то внешние там супостаты у нас, или она ведется в режиме гражданской войны, в том числе, что мы сами, вот среди нас достаточно сил, которые этот язык коверкают, ломают, унижают и так далее, и так далее. Я обнимаю, что сразу очень много вопросов, ну давайте, может быть, с вас начнем по порядку, да, что вы, что все-таки вот вы понимаете, как вы можете оценить вот состояние и процессы, которые вокруг русского языка происходят, и, Татьяна, вы потом продолжите, хорошо? Ну, наверное, Владимир Владимирович, не слышно, предел это слово, какую-то метафору, да, обострение на ситуацию, потому что сегодня очень много общественных организаций, которые занимаются развитием и продвижением русского языка, это Российское общество преподавателей русского языка и литературы, Международные ассоциации преподавателей русского языка и литературы, это общество русской словесности при Патриархе Кирилле, это ассоциация учителей русского языка и литературы, и все эти организации очень сильные, очень достойные, которые объединяют учителей русского языка и литературы, преподаватели вузов, ученых, они все борются за чистоту русского языка, за сохранение русского языка, за развитие русского языка и его продвижение в Российской Федерации и за рубежом. Но остается очень много проблем, несмотря на это. И когда вы говорили внешний и внутренний, я, наверное, все-таки остановлюсь на внутренних, а внешний, РКИ, продвижение русского языка за рубежом лучше раскроет Татьяна Геннадьевна. Внутренние, да, нас очень волнует снижение культуры речи. Особенно в молодежной среде. Нас волнует культура речи работников средств массовой информации, телевидения. Увы. В советское время мы очень редко слышали ошибки телеведущих по телевизору, по радио. Сегодня этих ошибок очень много. Они есть и в газетах, и в журналах. И, конечно, это все работает против русского языка. Но, с другой стороны, всегда вот эти споры, разговоры, они были не только в 21 веке, не только в 20 веке. Вы знаете, да, филологи, студенты знают историю русского литературного языка. Они знают, что такие же споры были в 18 веке, в 19 веке. Несмотря на это, русский язык жив, он развивается, он процветает. Да, это живой организм, он видоизменяется, он что-то выталкивает, что-то приобретает, что-то аккумулирует. И поэтому, я думаю, что нельзя говорить о какой-то гражданской войне против русского языка в Российской Федерации. Здесь идет речь о объединении, консолидации всех слоев российского общества, прежде всего, молодежной среды, для того, чтобы мы были внимательными к русскому языку. Потому что, если не мы, то кто? Да, хорошее заключение. Татьяна Григорьевна. Ну, если вернуться к вашему вопросу, высказыванию нашего президента, то, конечно, бы тоже мне хотелось добавить. Во-первых, с одной стороны, вы только это высказывание привели. Ведь Владимир Владимирович потом, видимо, опомнился, что слово-то это очень сильный инструмент. Слово лечит, слово и калечит. И поправил Толстого. И поправил Толстому, да, он дал замечание, давайте не говорить о языке как об оружии. Конечно, язык – это главное средство общения, это инструмент. Или один из важнейших элементов культуры, именно вот такой лингвокультуры разных этносов. И поэтому, действительно, когда политически обостряется борьба с какой-то страной, с какой-то идеологией, то в первую очередь здесь удар наносится именно тому, чтобы ослабить позиции языка, на котором говорят представители этой лингвокультуры. Действительно так. Но всё-таки мы не забываем, что вот эта военная метафора – это избитый штамп СМИ, так же, как есть театральная метафора, спортивная, медицинская и так далее. И это, безусловно, привлекает внимание, поэтому часто используется. Но, с другой стороны, язык – это такой код культуры, что, действительно, иногда неумелое использование метафоры, оно приводит к обострению ситуации, а не к тому, чтобы разрешать её. Некоторые метафоры имеют свойство овеществляться. Да, безусловно, да. В этой аудитории как раз лингвисты, они, наверное, хорошо ощущают иногда даже и на себе, что происходит некоторое вот такое, если часто что-то повторять, то начинает программироваться. Ну, и поэтому, может быть, мы тут больше не о метафоре, а о сути ситуации размышляем. Да, конечно, наверное, метафора – это, опять же, отправная точка, это то, что нам позволило начать разговор. Ну, президента, понятно, что волнует. Его волнует ослабление позиции русского языка в некоторых государствах. Ну, например, страны СНГ. Когда они были союзными республиками, все говорили на русском языке. Я сама в этом году была в Таджикистане, была в Узбекистане, и, конечно, там качество владения русским языком сильно упало. Там меньше людей, которые знают русский язык. Наше поколение знает русский язык. Можно к ним обратиться, они ответят себе на вопрос. А вот молодежь уже ответить на вопросы на русском языке не может. То же самое в Грузии, чуть в меньшей степени, может быть, в Азербайджане. Но процесс, в общем-то, тенденция общая. Вы очень интересный, как говорится, аспект затронули, проблему. Скажите, пожалуйста, вот, Елена Фаиловна, с вашей точки зрения, почему так происходит? Ну, здесь очень много политических моментов, да, очень много. Хотя, конечно, вот, когда мы разговаривали с коллегами-филологами из вузов Таджикистана и Узбекистана, когда разговаривали вот с представителями населения, вы знаете, они так хорошо относятся к русскому языку, узбеки, таджики, туркмены, потому что они когда-то были, ну, нашими сестрами и братьями. И они мне задают такой вопрос, представляете, я, конечно, человек-филолог, я не политик, они мне говорят, почему Россия все время, извините, в кавычках, заигрывает с Европой, хочет дружить с Европой, а не видят своих родных братьев и сестер, которые рядом и которые преданы, верны России. Действительно, был какой-то период времени, когда мы потеряли эти регионы. А вот сейчас наш президент уже говорит о том, чтобы русский язык развивать в странах СНГ. И у нас уже очень много совместных проектов с Узбекистаном, с Таджикистаном. Вот с этого года мы начинаем параллельное образование, совместную образовательную программу «Русский язык и литература» с вузом Таджикистана, Узбекистана. Поэтому я думаю, что мы остановим этот процесс. И вернемся к тому периоду, когда все владели русским языком. Да, это Бог. Ну, язык, да, это, если я сейчас попробую вспомнить студенческие годы, это вторая сигнальная система, да, так это вообще характеризуется, да. То есть это средство, в общем-то, да, это средство общения, выражаясь современным языком, коммуникации. Общение мы уже не можем сказать, это уже как-то, да. Мы коммуникации говорим вместо общения. В слове общения, ведь зато любой русский ощущает сразу общее, общество. И общение на самом деле, это как раз обмен мнениями, когда люди ищут общее в разном. Так и я-то всей душой за общение. Поэтому мы за общение, да. Обратите внимание, оно же вытесняется словечком коммуникации, да. Ну, мы сами свою лепту вносим в процесс. Чему я веду, задавая этот вопрос, этот уточняющий вопрос. Вот если рассматривать язык как, ну, это его, естественно, роль, да, как средство общения, в том числе не только межличностного, не только внутриэтнического, но и межэтнического, и межгосударственного, в данном случае, да, в контексте того, о чем говорил Путин, общение, то, наверное, вот вы упомянули, да, что он попозже немножечко там спохватился и призвал Толстого не бряцать оружием, потому что Толстой в своем выступлении сказал, что русский язык это разяще могуче. Тут его Владимир Владимирович правильно совершенно так деликатно остановил, сказал, давайте все-таки будем работать в терминах мягкой силы. Soft power, опять же по-русски говоря. Так вот, если рассматривать язык вот в таком контексте, да, ну, назовем его глобальным, да, получается, что для того, чтобы его изучали, для того, чтобы его хотели изучать, да, для того, чтобы его преподавали в школах, взрослое население, надо быть привлекательным. Ради чего? Ну, ради чего? Если мне память не изменяет, и если я правильно в свое время вычитал, что в 58-м году в большой Оксфордский словарь попало первое в 20-м веке русское слово, которое просто латиницей транскрибировали, да, и это слово было спутник. И точно так же, чуть позже, в английский обиход на леду с астронавтами вошли космонавты, да, вот на равнышко. Понятно, да, о чем говорит пример? Он говорит о том, что стране было, что предложить. И когда мы запустили первого в мире спутника, искусственный спутник Земли, и все стали его называть так, как мы называем, спутник. И когда мы отправили первого в мире человека в космос Юрия Алексеевича Гагарина, космонавтика, космонавт наряду с астронавтом тоже вошел в обиход. То есть, и, кстати сказать, Путин чуть позже, там уже в ходе дискуссии, когда Алпатов, по-моему, выступал еще кто-то, он ведь в каком-то смысле сам себя начального опроверг. Он тоже заметил, что да, если мы хотим быть привлекательными, мы должны быть экономически мощными, мы должны поражать своими научными достижениями, культурными достижениями, научными открытиями, культурными достижениями, можно так сформулировать. Если этого не будет, борьба за сохранение русского языка в реалиях, в наших, да, в Палестинах, в нашей территории, это одно, а вот добиваться, чтобы он распространялся куда-то вовне, и вот очень жаль, что нет ради Фривкаточа, но, может быть, вы за него ответите. Он, когда получил слово на этом совете 5 ноября, да, который проводил Путин, он, ну, мало того, что он пригласил Путина в Казань и, в общем, получил удовлетворительный ответ. За это мы можем поаплодировать, он молодец. Хорошо, приглашайте, приедем. И, скорее всего, в будущем году мы здесь будем иметь под водительством Владимира Владимировича Путина очередной конгресс по русскому языку и языкам народов Российской Федерации. Так он еще, я имею в виду господина Замалединова, директор Института филологии межкультурных коммуникаций, он ведь еще заявил, что этот институт, то есть ваш институт, в данном случае, готов каким-то образом содействовать распространению ареала использования русского языка за пределами России. Прежде всего, оговорился Радив Фривкатович, в тюркоязычных странах. Поясните, пожалуйста, в очередь, неважно кто, что имеется в виду? Методики, кадры, учебные пособия, кто будет за все за это платить в конце? Как это может сделать, короче говоря? Да? Ну, что имел в виду Радив Фривкатович? Конечно, сегодня много говорят о русском языке как мягкой силе, о продвижении его в зарубежных странах. Но пока концентрация методическая, научная остается в Москве и в Санкт-Петербурге. Но ведь другие университеты, особенно федеральные университеты, обладают мощным потенциалом, научно-методическим потенциалом. И, естественно, Радив Фривкатович предложил Казанский федеральный университет как площадку для продвижения русского языка в тюркоязычные и исламские регионы. И это совершенно правильно, потому что есть такое понятие лингвокультурология. Наши преподаватели, наши ученые представляют себе науку, лингвокультурологию, представляют национальные образы мира. И поэтому та продукция, учебные пособия, электронно-образовательные ресурсы, которые подготовлены с учетом национального своеобразия, допустим, тюркоязычных народов, исламских народов, этот продукт будет более качественным и более доступным. Просто такой вот пример, чисто такой вот обыденный, чтобы можно было понять. Например, готовится электронно-образовательный ресурс о семье. Папа, мама, ребенок. Называются слова мама, папа, дочь, сын, семья, бабушка, дедушка. Идет картинка, и на картинке мама одета в очень короткую юбку. в декольте. Если мы готовим этот электронно-образовательный ресурс для западных стран, это все нормально. Но если этот электронно-образовательный ресурс идет тюркоязычным студентам, исламским студентам, да, исламских народов, они это не воспримут. Вы понимаете, это будет полное отторжение на эмоциональном уровне, на рациональном уровне. И поэтому действительно Казанский федеральный университет, ученые Казанского федерального университета, филологи могут подготовить такие образовательные ресурсы, которые не будут отторгаться, а которые будут способствовать продвижению русского языка, восприятию его не как чужого, а как иного, другого. Ну, то есть, все-таки речь идет о методической помощи, в первую очередь, да? Нет? Ну, вот еще Татьяна Геннадьевна сейчас детализирует. Конечно же, не только методическая помощь, хотя, безусловно, любой преподаватель иностранных языков, включая и русский, как иностранный, знает, что успешность освоения без эмоционального горячего желания и без комфорта эмоционального сразу падает на много пунктов. И когда, ну, к примеру, почему к нам стремятся студенты, если они попадают в такую среду, где комфортно сосуществует, даже не сосуществует, а взаимодействуют, взаимообогащаются культуры, где нет вот этого толерантного, то есть терпимого отношения, холодного, жар в зубы можно терпеть, а можно жить вот как друзья, вместе радоваться, вместе там переживать что-то. Вы сейчас говорите о своем, вот о вашем институте или о чем? Или о Казани, об университете? Я говорю, конечно, шире, чем университет, но университет не случайно в центре Казани, да, это вот такое сердце постоянно бьющееся, да, и безусловно, да, да, но и безусловно обстановка в городе и то, что здесь происходит так много интересных именно для молодежи событий, очень разных и культурных, и спортивных, и фестивальных, там, волонтерских и так далее, да, и безусловно, вот когда человек попадает в приятную такую эмоционально комфортную среду, его интересы к языку и к самому народу действительно и крепнет и усиливается, но еще есть один такой момент, который, в общем-то, и на заседании совета по русскому языку присутствовал тоже, всегда очень важно, зачем человек изучает язык, цель его, если цель размыта, успеха не будет, он не дойдет никогда до определенной вершины, то есть, вот я сейчас уже, извините, пожалуйста, перебиваю, я сейчас уже для тех телезрителей, которые, возможно, задумываются об изучении иностранного языка, то есть, просто сказать, займусь-ка я хинди, что-то мне интересно, недостаточно, да, не получится, надо перед собой, для чего я займусь, для чего я хочу, хинди я изучаю для того, чтобы в какую-то индуистскую систему войти, да, или просто как турист две недели провести где-нибудь на Гуа, или же построен какое-то совместное предприятие, где я получу высокоплать, престижную работу, благодаря этому языку, и так далее, а современная молодежь, она, в общем-то, очень-очень прагматична в этом смысле, мы немножко такими, ну, не были настолько прагматичными, вот, в хорошем смысле прагматизма. Они вот перед нами в чуме, давайте мы сразу, сразу снимем, как говорится, маски, в чем, Татьяна Геннадьевна, в чем их прагматичность? Татьяна Геннадьевна, они сейчас, только начиная, например, что-то изучать, сразу задумать, а что мне это в жизни даст? Это приведет ли к какой-то, ну, карьере хорошей, к интересной работе, к возможности поехать, поработать в другой стране, или еще что-то? Они очень четко вот умеют выставлять такие ориентиры своего будущего. Понятно. Может, это взгляд со стороны, и они скажут, чисто конкретный, может быть, даже сказать, провокационный. Ребята, кто-то здесь у вас изучает какие-то иностранные языки? Вот, из присутствующих. Русские филологи, да? Вы русские. То есть, вы погружены вот в эти вот в недра могучего, богатого, гибкого, и так далее, и так далее, и так далее. Еще и Тургеневу перечитываете, что ли? Ну, конечно, да. А Тургеневские барышни видно же сразу на хармонтизм в глазах. Я вот как раз об этом я смотрю на барышни и начинаю проникаться. Хорошо, от провокационного вопроса к вопросу шкурному, если можно так выразиться. Да? Я его обращаю к вам, уважаемые эксперты. Побочным эффектом вот вовлечения вашего института конкретно, да, в продвижение русского языка за пределами Российской Федерации, в странах, так называемого, ближнего зарубежья или вообще в террукоязычном мире, в исламском мире, шире говоря, да, оно вам что сулит? Оно вам сулит какие-то гранты, дополнительное финансирование, повышение окладов, там, премий. То есть Замалединов, ну, он же практичный человек, он, конечно, как раньше говорили там, товарищ Сталин, вы большой ученый, это мы все понимаем, но вот об этой подоплеке вообще думали, размышляли или пока это преждевременно? Ну, это, наверное, преждевременно, пока, Юрий Прокобич. Пока мы просто хотим, чтобы расширилась география наших студентов, да, чтобы это было как можно больше разных государств тюркоязычных, исламских, чтобы приезжали к нам лучшие студенты и чтобы эти студенты, которые у нас изучали русский язык, потом были проводниками русского языка у себя в стране. Конечно же, есть Россотрудничество, есть Министерство просвещения, которое обладает грантами, денежными средствами, которые помогут нам делать это качественно, потому что речь идет о создании единой платформы, о создании электронно-образовательных ресурсов нового поколения, и на это, конечно же, нужно финансирование. Там и дистанционно обычно имеется в виду тоже, да, и может быть даже в большей степени. Да, тем более у нашего института есть такой опыт, у нас есть онлайн-школа Анна Теле, язык матери. Эта школа находится на площадке English First и очень успешно работает. На сегодня на этой платформе изучают татарский язык представители разных стран, это и Америка, Франция, Австралия, где-то около 15 тысяч пользователей. На Анна Теле? Да. И эта площадка... Мы месячную аудиторию считаем. Да, да, и эта площадка могла быть использована и не только для распространения татарского языка, но и русского языка. И, кстати, на ФАДН, Федеральное агентство по делам национальности, на котором я присутствовала, форум языковая политика, наш институт получил высокую награду. Ключевое слово. Слушайте, вы заговорили о награде. Давайте прервемся, сейчас у нас будет хороший повод поаплодировать. Проблемы проблемами, но впервые за всю историю Казанского университета, начиная с императорских времен, с преснопамятного 1804 года, КФУ, вот в этом статусе, ФУ Федерального университета, вошел в сотню лучших вузов мира, глобальном рейтинге, да, по предметному рейтингу образования. Ну, если подумать, что такое образование, это основная функция, да, наряду с научными исследованиями, и это, конечно, ну, меня заставляет поаплодировать. К сожалению, часть виновников торжества здесь, но нет, может быть, главного виновника, да, я имею в виду институт педагогики образования, его директора Калимулина Айдармини Мансуровича, он после того, как получили это известие, что мы на 94-м месте, эй, сказал, алга, и наградил себя полуторанедельным отпуском, а то мы его тоже хотели сегодня пригласить и послушать здесь. Возвращаясь к повороту, который, как-то, очень естественно, вот из ваших состоялся. Предыдущий вопрос имел подоплеку или изнанку, мой вопрос. Я сейчас просто ее открываю, собственно говоря, уже сделали сами своим ответом шаг в этом направлении. Мы сейчас говорим, во всяком случае заявлено было, до 5 ноября, что Казанский федеральный университет, институт филологии и межкультурной коммуникации готов, готов, да, кадрово, по научному потенциалу, методически и так далее, и так далее, и так далее, содействовать распространению русского языка за пределами России. Это подразумевает, да, я повторю, в том числе и некие методические наработки, да, то есть готовности сторонние. и 20 лет мы здесь, да, в Татарстане, бьемся с тем, как бы, как бы половче приучить или помочь изучить татарский язык. Вот понимаете, как, да, это примерно так, Сирия в области филологии, да, в Сирии мы там наводим какой-то порядок, там все у нас там рулится, все правильно, а социологические опросы показывают, что все больше количества респондентов, сереть все больше число людей, населяющих Российскую Федерацию, уже говорят властям, все хорошо, все понимаем, все надо, ну давайте уже побольше к внутренним проблемам. Вопрос очень простой. Почему в течение двух десятилетий мы не смогли, это не упрек вам, да, это вопрос, имеющий чисто научный интерес, да, но не чисто научный, и политический отчество тоже, но я с этой стороны вот захожу, с научным. Почему за 20 лет не удалось создать методик приемлемых для не татарского, не татарской части населения, русских, в Татарстане здесь русских, там я не знаю, чуваши, там евреев и так далее, и так далее, и так далее, кого только у нас здесь нет. И сделать это интересным, может быть даже с помощью картинок, где там девушка у вас в мини-юбке с глубоким декольте. Кстати, когда вы об этом рассказывали, я вспомнил вот тут с коллегами обсуждали на днях, у меня была серия картинок Тегерана времен Мохаммада Резап и Хлеви был такой последний шаг, который в 79-м году сверг, а это Лах-Иминей, и там понеслась исламская революция. Так вот, до исламской революции по улицам Тегерана ходили отчаянно красивые персиянки в отчаянных мини-юбках с глубокими декольте. Они сидели там где-то на берегу речки, там в каких-то ресторанчиках и много таких снимков. Была абсолютно светская сторона. И за 2-3 месяца и все, и мы закрылись. Это была реплика в сторону, это была парт. Возвращаемся к вопросу. Что с двуязычим-то? Вот у нас здесь, там мы готовы помочь, а здесь мы готовы помочь? Здесь какое-то решение существует? Юрий Прокопич, это вопрос очень сложный. Очень, я понимаю. И он касается не только республики Татарстан. У нас в России, Россия огромная страна, удивительно огромная. Я никогда не задумывалась, насколько она огромная, пока не полетела в Токио, вот с Татьяной Геннадьевной. Мы летели 9,5 часов, 9 часов мы летели над Россией и только 30 минут мы летели над Японией. И мы поняли, боже мой, какая же у нас страна необыкновенная. И в этой стране 151 языков. На сегодняшний день это по результатам Института языкознания РАН. И нам кажется, это очень много. На самом деле это не очень много, потому что в Австралии больше, в Китае больше, в Индонезии больше, в Индии больше. И за последние 150 лет в России исчезло, умерло 15 языков. Все, мы их похоронили. Это очень грустно, это очень печально, потому что язык это культура, это достижение человеческого разума, человеческой цивилизации. 7 из них погибло в постсоветский период. То есть совершенно вот такой вот еще не так много времени прошло. Естественно, возникает вопрос. Извините, Лиза Филовна, маленькое уточнение. То есть представители субэтноса живы, то есть языки погибли не потому, что всех там постреляли, кто на нем говорил, а просто они перестали общаться на нем. Он просто вышел из обихода. Скорее всего, не было письменности у этих языков. В первую очередь ведь умирают те, у кого нет материальной основы письменности. Да, там даже есть список этих языков. Но что интересно для России, что у нас умирают языки немалых народов, а у нас даже умирают языки те, которые являются государственными. То есть идут на исчезновение вот эти мощные языки. И поэтому речь идет даже не столько о владении русским, ой, татарским языком русскоязычного населения, а речь идет о владении татарским языком татарского населения. Понимаете? И здесь я вижу множество разных причин. И прежде всего именно та причина, о которой говорила Татьяна Геннадьевна. Мотивация. Сегодня меркантильные родители, меркантильные дети, молодежь, и они задают вопрос, а зачем мне нужно это? Почему я должна тратить большее количество времени на изучение татарского языка, если документы оборот на государственном языке русском, если при поступлении нужен только ЕГЭ по русскому языку, ЕГЭ по татарскому никто не требует. И поэтому хотим мы не хотим играет роль глобализации, желание быть конкурентоспособным, успешным. Но лично моя точка зрения, что чем больше, чем большим количеством языком владеет человек, тем он богаче. и когда я разговариваю допустим с родителями, которые не хотят, чтобы их дети изучали допустим татарский язык, чувашский, марийский, я им говорю, думайте, ну глобальнее что ли, ведь каждый язык это тренажер для головного мозга. Мы изучаем русский, это славянская группа языков, развивает одну часть головного мозга. Мы изучаем английский, это германская группа языков, развивает другую часть головного мозга. Татарский, это тюркская группа языков, третью часть головного мозга. И чем больше языков учит ваш ребенок, тем он способнее. Мозгов. Хватит, и китайские. И у нас есть уже примеры, сегодня развиваются мультилингвальные образовательные учреждения, где дети с маленького возраста изучают несколько языков. И вы знаете, они изучают их не ради языков, не ради того, чтобы владеть английским, или владеть китайским, владеть испанским, а для того, чтобы он был креативным, чтобы он был гибким, его разум. И у нас уже есть исследования, вот те дети, которые начинали изучать 4 и более языков с 2-летнего, 3-летнего возраста, вы знаете, они не гуманитарии, они математики, они занимаются очень успешно робототехникой, это победители олимпиад по математике, информатике и робототехнике. Поэтому татарский язык – это еще один бесплатный тренажер, и почему от него отказываться? Вот чисто в таком вот бытовом плане я так думаю. На замечание про 4 языка с 2-х лет, сейчас, извините, мы повторяем просто, да, ничто не вечно под луной, да, то, что 150 или 120 лет, или 110 лет, я уже подбираюсь там к революции 17-го года, да, было даже в разночинной среде, близко к норме, я уж не говорю про аристократические слои, когда ребенка действительно и без особых усилий, казалось бы, это все очень естественно усваивалось. Это все было в истории России. И греческий, и английский, и французский уж в первую очередь, потом там немецкий тот же самый. Спокойно дети развивались. Татьяна Георгиевна. Я хотела просто чуть-чуть дополнить, что, конечно, если мы говорим о проблеме, как сохранить любой родной язык, вот это мозговой тренажер, это только один аспект, безусловно, здесь, мне кажется, важнее, это развитие многофункциональности данного языка, чтобы язык не оставал, не выполнял одну-единственную функцию семейного общения, а если действительно у него будет много разнообразных функций, вот это ему и поможет, и сохраниться, и развиваться. Ну вот как? Безусловно, опять-таки, мы ходим все время вокруг этого вопроса рядышком, что действительно финансирование государственное должно быть, потому что, какие бы прекрасные у нас ни были устремления, реализация всего требует каких-то финансов. И вот те европейские страны, которые маленькие, у которых нет, скажем так, тоже были потеряны колонии, они ведь очень много вкладывают в распространение, финансируют. Я в отчасти франкофон, и для меня, например, Франция, в этом смысле ее языковой политики. Отлично ребята ведут себя. Я с моей точки зрения. Да, то есть они даже там блокируют какие-то функции английского языка, государственных позиций именно. А Германия, да, это какие стипендии, какие вложения в то, чтобы молодежь разных стран мира могла бесплатно изучать этот язык. Деньги, конечно, решают очень многое, да, но... Но правильная концентрация денег или правильное распределение денег решает даже иногда больше, чем сумма финансирования. Опять... Как разумно потратить. Да, я опять провожу здесь неизбежно, я думаю, не я один, я думаю, и аудитория тоже об этом думает. Это параллель возникает сама собой, естественным образом, между проблемами, которые гнездя... Вот там куча этих проблем вокруг русского языка, как выясняется, да, и куча проблем вокруг татарского языка, да, его сохранения, его развития и так далее. Но ведь вот этот термин, который здесь уже упоминался, о котором я говорил, мягкая сила, там она мягкое определение, но сила, но сила, существо-то. То есть я вот просто думаю, братья татары взяли бы сейчас кого-нибудь, как на Марс, заданули, да, на своей там двухступенчатой четырехтактной ракете. Какой бы это сразу произвел? Ну, это я утрирую, это шутка, все понятно, да? Это фантастико. И, ну, туристам ведь не платит никто, когда они приезжают и говорят, у, там, у, там, Казань, там, у, там, у. Когда-то говорили, там, Самара, там, у, там, авиакосмический комплекс, про все эти времена ушли, авиакосмический комплекс накрылся фактически. А Казань, благодаря вот этой вот экономике, экономике событий, она, да, от одного форума, от одного глобального события к другому. Это капиталовложение, это интерес, это туристическая привлекательность. И, на самом деле, конечно, там, жерновая история мелет медленно, да? Да, но по движению, может быть, вы упомянули об объеме языка, вот, проблема лексического состава языка существует, татарского в данном случае. Вот русский, он, какой-то такой странный вообще язык. Тургенев, наверное, был прав насчет, когда говорил, что он гибкий и одновременно могучий, потому что вот этими вот суффиками, префиксами он обволакивает, обволакивает и в себя. Любое иностранное слово превращает в группу 20 русских слов на базе одного иностранного. Вот эта проблема перед татарским языком, вот вы как филологи, как лингвисты, можете сказать, она стоит или это надумано? Потому что мне приходилось вот разговаривать с разными людьми, в том числе и с коллегами-журналистами, с некоторыми учеными-негуманитариями, обратите внимание, они говорили, слушай, старик, ну, 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 когда у тебя бабушка пришла, с вашей синь кельде, кельде, ты на чем пришел, на трамвай, кельде, на самолете, кельде. Понимаете, какая штука, да? С одной стороны, это мне очень похоже на английский, там, get, везде суют, да, пожалуйста. Но в то же время существует, мне кажется, проблема вот насыщения, обогащения лексического состава языка. Ну, мне кажется, она существует в любом языке, потому что татарский язык, язык очень богатый по лексике, очень красивый по звучанию, по фонетике. И на нем, извините, и на нем даже в госсовете среди депутатов говорят от силы два человека на литературном татарском языке, а остальные это уже сужи. Ну, это проблема образования, потому что литературный татарский язык не может дать только семья. Семья дает такой бытовой, будем говорить, да, татарский язык, а литературный татарский язык может только дать национальное гимназие, национальное образование. У нас таковых, к сожалению, пальцем можно перечесть. И русский язык тоже очень богатый, но ведь если послушать речь сегодняшних наших современников, ведь там нет этого богатства лексики, да, за исключением там редких профессий, представителей, да, тех или иных профессий. Ну, Татьяна Геннадьевна, например, если она говорит, это вот видно. Это проблема общая. Тоже представители, тоже профессии. Да, это проблема общая. И вы знаете, не только наши. Вот, например, на конгрессе Маприал, Международной ассоциацией преподавателей русского языка, выступал господин Мусаёки, он профессор Хельсинского университета. Он говорил о том, что такая же ситуация и в финском языке, что, допустим, в старшие поколения финн не понимает молодёжь. Молодёжь не хочет понимать старшие поколения. И они уже договорились в обществе, и они пришли, перешли на некий утрированный, облегчённый финский современный язык. Олбанский? Нет. Кто про олбанский язык знает? Ну, да, есть такой. А вот финны перешли, и они говорят, а почему все должны, вот он говорит, а почему все должны владеть литературным финским языком? Потому что сегодня молодёжь уже, и мы знаем, и в школе наши выпускники говорят о том, что урок литературы превращается в урок комментированного чтения. Каждое слово в тексте русского классика приходится объяснять. Значение. Мы уже не говорим о анализе этого произведения, просто комментируем эти слова. Дети не знают их значения. Поэтому финны, они как-то, может быть, меньше романтичные, более-менее эмоциональные. Они договорились и спокойно воспринимают вот этот вот. Мы бы сказали, боже, как это возможно, это нехорошо. А как же язык Толстого, язык Пушкина, язык Достоевского, что ли, мы отказываемся от этого языка? А у них тоже есть свои классики. Тоже есть писатели уровня Пушкина, Толстого, Достоевского. Они говорят, а что же делать? Мы же должны понимать друг друга. И они перешли к этому утрированному языку, облегчённому. Я не говорю, что есть хорошо. Я тоже хочу, чтобы наша молодёжь говорила на русском литературном языке. На красивом, великолепном, звучном. Но вот это просто практика финнов. И это к тому, что такая же ситуация в любом языке сегодня. Я имею в виду это объединение лексического запаса, именно активного словарного запаса. Пассивный он есть в голове, но почему-то ведь в речи не используют эти слова. А можно я уточню всё-таки для аудитории, особенно телезрителей, далеко не все лингвисты, что же мы вкладываем в понятие литературный язык, в том числе русский литературный язык? Это ведь не язык художественной литературы, по большому счёту. Самое главное, что это язык нормированный, и эти нормы кодифицированы. То есть они закреплены грамматиками, словарями, и этим нормам государство обучает подрастающее поколение. Вот, следовательно, если мы говорим, что у нас мало кто владеет литературным татарским языком, то значит мы должны прежде всего посмотреть, как кодификация литературного языка татарского и как ведётся процесс обучения этим нормам. Это не делается сейчас? Ну вот говорили, что не так много национальных школ, где идёт такое обучение. Я имею в виду словари толковые. И вот здесь аудитория владеющая, вот как мы определяем, кто из нас носитель литературного языка? Да. Вот как определить? Вот я пытаюсь сейчас русский только определить. Ну вот какие-то, да, есть соображения. Признаки, да? Да, пожалуйста. Есть какие-то признаки на лице. Ребята, кто-то может сказать, как определить носитель языка? Литературного языка, именно. Литературного, да, да, да. Здравствуйте. Прежде всего, носителем... Будет очень неплохо, если вы назовёте. Это не обязательно, но просто измеряется. Игорь, 21 год, как раз-таки ученик Института филологии. Для меня носитель литературного языка, я прежде всего тот человек, который владеет, знает много красивых слов, у которого богат лексикон. Ну, это прежде всего, это во-первых. Во-вторых, это тот человек, который соблюдает нормы русского языка, которые как раз-таки действительно кодифицируются словарями, изданные в Институте русского языка. Есть старшее поколение, есть младшее поколение. Всегда люди друг друга не понимали. Но как раз-таки, когда здесь важно переключать просто... Надо понять, что при общении с тем или иным человеком важно переключать регистр. Если я, например, общаюсь с представителем старшего поколения, то я скажу, дорогая Ирина Ивановна. Многоуважаемая. Многоуважаемая. Дорожайшая. Да. Мне очень приятно вас видеть. Сегодня я прочитал такое интересное произведение. А не хотите ли вы сходить со мной? Понятно, понятно. Переключайте регистр назад. А теперь вот к соседке обращаюсь. А к соседке, например, я обращаюсь, у тебя есть жовка. И она меня поймет. И при этом я буду тем же... Мы очень хорошо... Игорь вас зовут, да? Мы потом к этому вернемся. Не увлекайтесь. У меня есть для вас маленький сюрприз. Surprise, surprise. Чуть позже, чуть позже. Хорошо. Еще кто-то есть другие версии? Потому что вот здесь есть много, скажем так, зерен, но далеко еще не все. Да, не все аспекты. Передайте, пожалуйста. Вот с этой точки зрения вы сами носитель языка литературного? Хорошо, прекрасно. Он, по крайней мере, считает так. Да, да, да. Или как, Игорь, мы скажем, обращаясь к старшим, я смею и надеяться, да. Да, да, да. Пожалуйста. Да. Здравствуйте. Мне кажется, здесь проблема не в том... Извините, пожалуйста, вы тоже не могли бы сказать, как вас зовут хотя бы? Ангелина. Ангелина? Да. Понятно. Носитель? Я вот хотела сейчас об этом рассказать. Мне кажется, проблема не в том, кого мы считаем носителем или неносителем русского литературного языка, а в том, что мы подразумеваем под понятием нормы, в принципе. Потому что... Торожная норма, например. Да, сказали, что литературный язык – это кодифицированный, нормированный, но в настоящее время именно понятие нормы довольно расплывчатое. Даже вот словари того же самой Академии наук, они тоже неодинаковые, очень сильно неодинаковые. И вследствие этого, я считаю, что вот такой вопрос постановки, носитель это русского литературного языка или неноситель, довольно странный. Ангелина, огромное вам спасибо за это уточнение. На совете по русскому языку, с которого мы начали, который, как на журналистском жаргоне называется, послужил оперативным поводом для нашей сегодняшней встречи, там ведь вообще были приведены, с моей точки зрения, шокирующие факты. Я сейчас даже найду, у меня где-то я специально выписывал. Вот, да, вот, современного толкового словаря русского языка нет, последний датирован, по-моему, 2006 годом с тех пор не выпускался, 13 лет, хотя корпус языка обновляется. Ну да, 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 переиздавались, 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 в 56-м году оригинальное издание было, абсолютный упросто, с 56-го года толковый словарь русского языка существует в виде переизданий, переизданий, переизданий. язык на треть, наверное, с тех пор изменился, а мы все переиздаем. 80% 80% школ, а вообще 80% не школ, извините, словарей изданы до 90-го года, словарей русского языка, любых, орфографических, орфоэпических, и так далее, и так далее, при Советском Союзе изданы. При бесчувственных коммунистах, душивших свободу всеми силами, а сил у них было много, но это не помешало им уйти со сцены. Да, вот такая обстановка, то есть, когда мы говорим о норме, да, вы правы, если при определении нормы руководствоваться какими-то изданиями академическими, то да, этот словарь гласит так, этот словарь гласит так, и это как, когда-то был, казалось, страшный спор там, по поводу простецкого слова, там, все непременно, не там, как это произносить, как говорить сейчас, совсем уже о другом. Ну и подводя вот эту вот, что ли, промежуточную черту под первой, будет еще и вторая, сразу-сразу-сразу, я вам не дам уйти. Можно каким-то образом подытожить, что? То есть, получается так, деньги. Деньги нужны хотя бы на того, чтобы переоснастить словарный состав, да, кодификацию языка. Это касается и русского, и татарского языка. Во-вторых, на все-таки проработку новых методик. Я сейчас задам один вопрос. Может быть, вы по долгу службы и по кругу научных интересов вовсе не обязаны это знать? Ну, может быть, просто вы слышали. Было учебное пособие Литвинова по преподаванию татарского языка, не татарам. Не приходилось сталкиваться? Приходилось. Приходилось сталкиваться. Может быть, у меня искаженная информация, но я ни один, ни два, ни три раза слышал от разных людей, что это самое толковое методическое пособие. А Литвин Игорь, ой, запамятовал отчество, он многие годы преподавал здесь, в Казани, в одной из казанских школ, английский язык. Вот он взял эту методику. Считался блестящим совершенно преподавателем английского языка. И он просто взял эту методику преподавания английского языка для неангличан, да, foreign, и перенес ее. Ну, насколько творческие, дело второе. Может быть, скопировал, я не берусь судить, но факт остается факт. У меня в связи с этим вопрос. Вот почему эта готовая методика оказывается на самом деле не востребованной? А разные, не хочу ни в чей огород сейчас кидать камушек, да, никаких названий не будет, а разные структуры сочиняют все новые и новые свои. Вот эта проблема существует или, может быть, просто здесь у меня такой дилетантский подход, что на самом деле, ну, одно и мы гораздо лучше можем сделать. Как вы можете прокомментировать? Ну, мне кажется, что действительно проблема с изучением татарского языка в какой-то степени была связана с качеством вот этих вот учебников, учебных пособий. Чтобы выучить язык, прежде всего, учебные пособия должны быть построены на основе коммуникации, речи. А те учебники, которые были созданы и активно пропагандировались, они имели грамматический принцип. То есть в них очень было много татарской грамматики. А вот учебник Литвина, он был как раз построен на принципе коммуникации, потому что он взял методику английского языка и перевел на татарский язык. И по этим учебникам учились много школ и учились очень долго. И я знаю, что до сих пор учатся, но у нас свобода выбора, вариативность существует в методике. И поэтому параллельно с Литвиным есть и другие учебники. Вот, например, на сегодняшний день по русскому языку 19 учебников. По русской литературе в Российской Федерации 25 учебников. И учителя выбирают сами, школы выбирают сами. Поэтому и здесь имеет право быть другим линием по татарскому языку. А выбор уже за учителями. Вообще, вы знаете, это вот эффект буриданового осла. Это кошмар какой-то, да? Вариативность. Чем больше у тебя выбор, тем в более страшном положении ты оказываешься. Когда у тебя выбор из двух единиц, ну, либо... Хотя ослу не помешало это умереть, как мы знаем, да? Из мифологии. А у тебя только 13 учебников, 19 учебников. Возвращаясь к реплике Ангелина о норме, и вообще стоит такой... Ну, конечно, можно растеряться. В Советском Союзе у нас был один учебник по русскому языку, один учебник по литературе. И вся огромная страна, над которой мы приехали с Татьяной Геннадьевной, летели 9,5 часов, училась по одной учебной линии. И так было легче транслировать нормы, да? То есть, действительно, было закодифицировано и транслировалось на всё подрастающее поколение. Но сейчас уже идёт процесс возврата к одной учебной линии. Скорее всего, это будет... Это будет уже об этом говорит Ольга Юрьевна Васильева. Она на днях приезжает, да? Да, говорит Российская Академия Образования. Но вот пока уже, даже после сокращения, вот ещё остаётся столько линий. Ну, понятно. Ну, в общем, вы хотите сказать, что всё-таки восторжествует язык нашего всего, да? Русского Эфиопа Александра Сергеевича Пушкина и главного русского по русскому языку Розенталя. Да. Так получается. Ну, посмотрим. Мы можем только надеяться. Если что-то опять добавить в эту тему устаревания или выбора лучшего пособия, могу пример привести из области преподавания русского языка иностранцам. Не китайцам в случае? Ну, тот пример, который у меня сейчас в голове всплыл, он касался учебника, как раз по которому обучались вот в 70-е годы практически все иностранцы, приезжавшие в Союз. Он назывался «Старт», состоял из трёх частей. И вот с точки зрения нас, аркаишников, да, ну, самая продуманная система, алгоритм введения вот грамматических и коммуникативных навыков. Но изменилась жизнь, первую часть этого учебника мы ещё можем использовать, это один месяц обучения, а вторую, третью нет и невозможно переделать, потому что он целиком был на советских реалиях и тексты, которые современную молодёжь совершенно не привлекают. И если вернуться к этому аспекту прагматичности, мотивации, для чего я изучаю язык как иностранный, да, тот же русский язык как иностранный, то здесь как раз вот наличие одного учебника, это может быть совсем нехорошо, потому что у медиков одни задачи, одни интересы, для них создаются специальные пособия русский язык для медиков. Нет, не только лексического, да, но это ещё вопрос именно мотивации, для чего, то есть если это профессиональная мотивация, то тут идут так называемые языки специальности, лексика и так далее. А если эта мотивация не профессиональная до сих пор, вот вы, может, удивитесь, но каждый второй китаец, ну я немножко утрирую, конечно, да, примерно, но очень много китайцев, которые, которые мы спрашиваем, Почему ты начал изучать именно русский язык? И не только китайцы, но и западные студенты отвечают, я хочу прочитать в оригинале Достоевского или Пушкина. И эта мотивация, она жива до сих пор, это действительно так, для них, конечно, учебник русского языка должен быть другим, тем, которым поможет именно вот литературу классическую прочитать. Вот здесь мы опять же отрагиваем такой нюанс, да, мягкой силы, способов, методов и случаев распространения, вот, да, интереса или увеличения интереса. Тоже вот недавняя была у нас тут дискуссия, да, Рустем, что-то тебя назрело, сейчас буквально два слова, и ты возьми. В том числе вот с коллегой Рустема Ваффеном разговаривали, я говорю, ну, вот, скажем, ну, вот мне нравилось читать, в студенческие годы, но это было отчасти обязательной нашей программы, там, на Даленжурналистике, я учился, стыдно, может быть, об этом говорить, ну, куда деваться, это было, ну, там, Сибат Хаким, например, там, что-то мне очень нравилось, а потом я себя поймал на том, что я же не по-татарски, вот, читают, я читают переводы русские, а потом такая величина, как аварийц Расул Гамзатов, да, потом Кайсен Кулиев там рядом, вот, я на все это наталкивался, читал, 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 боже мой, да там же все перевели Козловский и Липкин, два отличных советских еврейских переводчика, и каким образом о Гамзатове, да, кстати сказать, можно вспомнить и Чингиза Айтматова, да, каким образом эти люди стали известны в мире, не в пределах Советского Союза, не в наших союзных республиках, да, благодаря тому, что сначала нашлись люди, которые перевели на русский язык, имеющий, в общем, сравнительно, а, точнее, несравнимый ареал распространения, а потом понеслось, извините меня за жаргон, да, уже и англоязычные переводы, франкоязычные переводы, немецкие и так далее, и так далее, и так далее, все это вспыхло, все, но на что бы я хотел обратить внимание в контексте вот общего нашего сегодня разговора, и вообще в контексте разговоров вот о татарском языке, о его месте, о его судьбе, о том, как его развивать, и как ему не дать захереть, ведь в результате мир, мир, я хочу подчеркнуть, узнал о ком? Он узнал об аварце, гамзаты, он узнал о казахе, ну, некоторые говорят, киргиз, ну, казах, ладно, казах, айтматове, и так далее, и так далее, то есть мир узнал об этих этносах, об этой культуре, о том, что там происходит, благодаря в значительной степени великому, могучему, гибкому и так далее языку. Мне кажется, вот этот ресурс недостаточно используется, да, мы не пропагандируем, я имею в виду, в данном случае, татарскую литературу, мы не пропагандируем в должной мере свои-то достижения, можно ведь и прекрасные, есть и переводы, и на самом деле в оригинале, насколько я могу судить, у меня достаточно много друзей татар, я уж не считаю жену, что и на татарском-то языке, это хорошо, красиво, много чего звучит, но не выражаясь суконным языком, не пропагандируется в должной степени, в должной мере, в результате мы вот находимся там, где находимся. Я хотел бы на 5 минут, ребят, с вами отвлечься от серьезных материй, мы немножко тут такой квиз подготовили, да, говоря по-русски, или some riddles, да? Пересесть, да. Агриться, кто переведет, что означает? Что? Делиться. Делит? Злится. Злится, окей, дальше. Сопадать-сопадать, что ты агришься, да? Пошли дальше. Горит. Типа, да? Да, раздражает. Ну, то есть, в общем, тот же агриться, но немножко с другой стороны, да? Что у меня горит все от тебя уже. Или, как сказать лучше? Сильно злит, вот, накипело. Горит его манер. Дальше. Все, крутите. Это они все... Я втащу тебя сейчас, да? По полной программе. Дальше. Годно-та. Хорошая вещь. Пошли дальше. Что там у нас еще? Жиза. Жиза. Смотрите, как близко к шизе, да? Слово «годно». От шизы к жизе одна буква. Но шиза не говорят, говорят шиза теперь, да? Что такое шиза? Шиза. Отлично. Мы тут все одной крови. Пошли дальше. Кто сказал? Информация. Блестящий. Пять. Пошли дальше. Все знают. Пошли дальше. Слушайте, Крипово. А? Лалки. Что, никто не знает, что ли? Ребят. Девушка в неловкой ситуации. Вот вы как раз все в ней оказались. Вы все лалки-то. Ну, ты лалки. Ну, ты лалки. Да, не буду. Пошли дальше. Ну, это понятно, да. Еще. Уйти, yes. Отлив, да? Да, дальше. Все, вопросов нет. Ну, именно так. Орнуть надо, да? Я не уверен, сударь. Орнуть надо, говорит? Отлично. Ну, это смешно. Это я предлагаю сразу. А или нет, или не смешно. Что такое рестик? Ресторан. Ресторан, плавали, знаем. Пошли. Сосный? Красиво. Красиво. Потичь. Вы про себя сейчас? В том числе, да? В том числе. Все нормально. Пошли дальше. Еще два примера, да? Сосный. Да, аппаратный? Потичь. Все, да? Отлично. Огромное спасибо. Поаплодируйте сами себе. Все. Вы прекрасно владеете молодежным сленгом. Даже я не могу сказать за редчайшим исключением, но сто процентов. На сто процентов. Это филологи Казанского университета. Ну, я понимаю, да. Ну, я не... Ну, они, кроме того, еще молодежь, поэтому они молодежным сленгом владеют. Я хотел еще здесь еще один набор этих ридлов поставить, там, например, чем разница бонтон и моветон, потом думаю, ну, да, справились бы с такими вещами, там, со всякими комельфон, бонтон. Ну, ну, это олдскольный. Жень, я поэтому и не стал этого делать, тут можно погрузиться вообще в уныние в результате. Журналист Рустам Вафин, есть вопрос, да? Это как раз не литературный язык. Это такая гипотеза, да, по поводу войны с русским языком и его обесценивания определенным процессом происходящим. Ну, во-первых, мне попадалась на глаза такая информация в свое время о том, что американские военные исследователи анализировали языки участников Второй мировой войны. И, в частности, они такую высказали гипотезу о том, что одно из преимуществ английского, что он очень короткий, емкий и очень быстро можно отдавать команды. И сравнение с Японией, в частности, где там церемониал даже в экстремальных ситуациях должен поддерживаться. Отдача команды идет дольше, да, и, соответственно, это дает конкурентное преимущество, а в войне там конкурентное преимущество, это, ну, цена колоссальная, на порядок выше, чем в реальной жизни. А русский язык, он, на самом деле, тоже, в смысле, японский, ну, литературный язык, он сложен, он долг, он требует определенного состояния полурасслабленного или хорошего, ну, когда человек может нормально им разобщаться. В экстремальной ситуации русский язык оказывался намного быстрее, чем английский, потому что переходит на бесценную лекцию, идет мат, одним словом, корнем, да, разными суффиксами обозначает все. И на другом конце провода телефонов понимают. И я предполагаю, это моя гипотеза, то, что молодежь сейчас живет в определенном экстриме, она переходит на эту более короткую, более сокращенную англицизированную речь. Это связано с тем, что как раз времени, состояние для таких размышлизмов, просто нет. И плюс еще конфликт поколений, потому что, например, я думаю, язык хиппи, который, ой, не хиппи, а стиляк 50-х годов, 40-х, у них тоже был очень богатый, да, вот этот лексикус свой. Никто из современных не поймет. Вот шузняки мне твои не нравятся, я так стиляк 50-х, ну нет, я не дотянул, конечно, но близко был. Да-да-да, извини. И это конфликт поколений, когда молодежь протестует против своих... Таким образом? Да. Ломая язык себе и людям. В том числе. А тем, что он ставит барьеры, они не понимают взрослые, это их язык. Все, Рустам, огромное спасибо. Вот, ребята, здесь не было слова баян, но вы знаете, что такое, да, я надеюсь? В кустах? Нет, баян. Вот видите, не в кустах, а давайте уже о другом подумаем у вас. Этому баяну много лет, и я вот, когда первый раз на него натолкнулся, то, о чем сейчас Рустам рассказал, почему мы там всех молотим, потому что мы, когда надо, у нас три буквы на все случаи, все команды проходят с Шеметом. И я все время думал, когда вот, вот сейчас вот Рустам опять рассказал эту историю, она гуляет несколько лет уже в интернете. Думаю, вот это что было с заразой? Или это кто-то просто, какой-то остроумный филолог, это, знаете, из разряда амфилологических анекдотов. Взял и сочинил такую байку, просто человек порезвился. Либо, либо под этим на самом деле есть какое-то сущностное основание, что, да, когда мы вот тадень, тадень, и действительно команда проходит быстрее, в результате бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Не знаю, преподает ли это военная академия имени Фрунзе, да, вот такое владение таким языком у командиров, да, у боевых, или может быть нет. Ну, что-то в этом есть, но, в принципе, об этом и до этого тоже, ведь, по-моему, вот Элиза Фаилон говорила, что это естественное свойство языка, экономить, минимизировать все эти, как говорится, там, классные, согласные, созвучие, окончание. Насколько сленг вписывается вот в эти рассуждения, в эту канву, я не знаю, я не уверен. Потому что, если мы сейчас вернемся вот к той табличке, которую мы здесь прокрутили успешно, да, но какая разница с точки зрения рационализации языка, экономии времени, каких-то средств, какая разница, злится или агрится? Я думаю, что разница есть. Ноль. Но, да. Смотря в какой ситуации, какой обстоятельств. Ну, да, да, или там, например, ну что, шмот или вещь, или шмотка или вещь, в чем они, я не вижу. Совсем смешно это ливнуть, да, это уж готово. Обратите внимание, на самом деле, с моей точки зрения, вот здесь фокус заключается в том, что сленг базируется или исходит. Я так думаю, сейчас вы меня опровергнете, а вы поправите. Ну, просто они более радикальные, они же молодые, поэтому они опровергнут, а вы деликатно поправите. Так вот, с моей точки зрения, все это есть продукт не столько рационализации языка, вот сжатия до того, о чем говорил Рустем, что три буквы сказал, и войска пошли, и Берлин взяли. А англоязычное заимствование, посмотрите, ведь в этом же наборе 70-80% это то, что пришло в наш, в ваш молодежный язык из английского, из искаженных английских. Я не очень хорошо знаю английский, но мне надо что-то такое сказать. Это, кстати, и с русским языком происходит, ребят, правда, да? Вот этот вот албанский язык, откуда он появился, особенно в социальных сетях, развитие, что мы не чувствуем, мы про себя знаем, что мы не очень грамотные с точки зрения русского языка. И чтобы не выглядеть смешно, чтобы не краснеть, ведь это свойство, несмотря ни на что, сохраняется за людьми, да? Это какой-то такой физиологический рефлекс или психофизиологический, который не изживает. Мы начинаем делать вид, что ну это мы так вот, так вот, пиши из чего и так далее, и так далее. Мы некие лакуны, некий недостаток своей грамотности просто закрываем вот этим албанским языком. И уже не поймешь, где ты подшучиваешь, где ты резвишься, а где ты просто прячешь вот вовремя непойманный смысл слова, вовремя непойманное написание. Но в результате вот эти вот все шалости приводят к забавной вещи. Мы возвращаемся к началу, и мы сейчас уже будем заканчивать. Когда Путин на неоднократно упоминавшемся уже здесь сейчас заседании этого совета по русскому языку заговорил о войне, объявленной языком, мы в этом достаточно. Спасибо вам огромное за внятные очень объяснения, и я думаю, они не лишены интереса даже для людей далеких от лингвистики. Так вот, Владимир Владимирович, что он же поставил еще две задачи, он же человек такой системный, раз он сказал война, значит сейчас надо что-то придумать, что мы им должны дать отпор, достойный ответ, ну и так далее. Два призыва прозвучали из уст Путина, а об одном призыве мы уже достаточно поговорили, это развитие действенной системы поддержки русскоязыковой среды, в которую, кажется, ваш институт вписывается, дай бог, что вписался хорошо, в том числе и с материальной точки зрения, я вам мысль не этого желаю. А первая позиция, которая была президентом России обозначена, это обеспечить, вот давайте теперь вслушаемся, просто вот, ребят, давайте вслушаемся, обеспечить достойный уровень знаний, общей грамотности, вот здесь я курсивом бы выделил, граждан России и тем самым, и там бла-бла-бла, повысить конкурентоспособность и так далее. Я, вот кому-нибудь из вас что-нибудь говорит такое слово, ликбез. Да? Слушай, с вами опасно иметь дело, вы все знаете. Прошленка, она все... Как вас зовут? Камила. Камила, это вы сказали? Да. А я на эту девушку погрешил, извините, великодушно, с вас обвинения снимают. Она тоже знает, да? Они все знают. Короче, вот как же мы дошли до жизни такой же, президент страны в 21 веке, с одной стороны, говорит о том, что мы вот-вот-вот-вот-вот сейчас, как напряжемся и совершим какой-то скачек и прорыв, и у нас искусственный интеллект, и мы сейчас создадим консорциум, и мы еще сделаем квантовый компьютер, И как всем, кто не с нами по башке отдадим? Это вот одна часть вопроса. А вторая часть вопроса, вдруг выясняется, что нам нужен ликбез. Что мы, этнические носители русского языка, и великого, и могучего, и так далее, вот дошли до жизни такой, что нужно, я повторю, добиться повышения общей грамотности. И граждан России. Ну, понятно, что под гражданами здесь подразумеваются не только этнические русские, вообще граждане России, но тем не менее, русские в том числе. И это вот, конечно, очень, на мой взгляд, грустно, потому что слова имеют значение, знаки припинания тоже выражают какое-то отношение, тональность, смыслы. И люди, которые на родном языке не в состоянии выразить нечто более сложное, чем приглашение пойти-выйти, ну, или пойти на свидание, в лучшем случае, рискуют тем, что они не могут, раз они не могут формулировать, они все меньше перестают понимать процессы, которые на самом деле происходят. Политические, экономические, математические. То есть, это вопрос наличия или приращения, или затухания нейронных связей. Здесь вот, уважаемые эксперты уже говорили об этом, в лобных долях, в теменных, здесь с помощью дофамина, здесь с помощью какого-нибудь там гормона стресса, но тем не менее. С этим, конечно, надо что-то делать. По этому поводу на том же заседании, я опять вынужден, чтобы мы не драматизировали ситуацию чересчур. Так, есть вопрос, да, Жень? Да, пожалуйста, конечно. Еще журналист, да, Республика Тадостан, представляет. Просто я вот тут свою гипотезу изложил, вот по поводу безграмотности. У меня тоже есть некая своя гипотеза. Мне кажется, что наблюдая за тем, как, например, мы переписываемся, ну, вот у нас есть чат-одноклассники, да, это люди, которые там 30 лет назад закончили школу, советскую, лучшую в мире, как многие любят говорить, школу. Я вижу, как пишут эти люди, и, в общем, я вспоминаю, как мы учились, как они писали диктант, так примерно. Никогда не было у нас абсолютно грамотного поколения. И, ну, когда мне говорят, что молодежь сейчас безграмотная, я сразу говорю, посмотри на свой текст, последний пост в Фейсбуке, да, вот давай посмотрим, разберем, с точки зрения русского языка, ты получил двойку. Поэтому мне кажется, что всегда было, ну, как в любом поколении, какой-то небольшой процент людей, хорошо знающих русский язык, и абсолютного большинства, которые, конечно, его знали, но диктант больше, чем на двойку не напишут и сейчас, и тогда. Да-да-да, Женя, спасибо огромное, да, это очень правильное и точное замечание. На самом деле, ну, что я могу честно сказать, у меня в школе тройка была по русскому языку, я сейчас не пишу, не пишу не идеально грамотно. Ни один журналист в нашей большой, огромной статье вообще не пишет хоть сколько-нибудь связанных, сложносочиненных, соподчинениями предложений уже давным-давно. И проблема не только в упрощении, проблема в том, что он не может этого сделать, просто не может. В телеграм-каналах мыслители, властители дум, там с полумиллионом подписчиков, он пишет после каждого «но», ставит запятую. Ну, может быть, ты видел эту реплику, я делал комментарий по этому поводу. Вопрос на самом деле в тенденциях и в пропорциях. Какое количество? Конечно, филологические диктанты, и в наше время, когда мы учились здесь, в стенах этого университета, писали, в основном, на двойке и тройке считалось хорошей оценкой, потому что огромное количество было авторской пунктуации, что там Толстого, попробуй, напиши филологические диктанты, расставь все запятые точно. И сейчас, я так полагаю, это примерно такая же ситуация с этим филологическим диктантом, это один уровень. Мало кто на него претендует, абсолютно согласен. Насколько грамотнее или менее грамотнее стали люди? Здесь вопрос, еще раз повторю, с моей точки зрения, да я думаю, что особенно тут и спорить-то не о чем. Вот о тренде, о тенденции, больше-меньше, куда мы идем? Грубо говоря, выпускники советских школ были грамотные на 30%, мы можем сказать, что на 30% грамотные. Вот если задаться, если задаться этим вопросом, вот это важно. А так, ну, констатировать, ну, конечно, да, так оно и есть. Ну, вы знаете, мне кажется, что еще вопрос связан не просто с тенденциями, не просто соотношением, а вообще с общей культурой людей. Ну да, не только в области языка. Да, не только в области языка, потому что действительно сегодня происходит снижение, да, вот общей культуры человеческой. Ну, например, буквально на последнем совещании Общество русской словесности выступало представительностью Министерства образования, мы тоже говорили о русском языке, и она говорит. Уважаемые коллеги, мы недавно получили письмо от жительницы Москвы, окна которой выходят в детский сад, и она написала письмо, что она больше не может терпеть, потому что она каждый день слышит детский мат. Это не школьники, это дошколята. Три, четыре, пять лет. Они играют в песочницы и используют мат, потому что они повторяют речь своих родителей. Это было возможно в наше время? Мы бы слышали? Нет. Да нет. Нет, потому что мы много читали, у нас была общая культура, у нас были другие программы на телевидении, посмотрите сегодня телевидение. Что мы, какие проблемы решаем, кто от кого родил, кто чей наследник, у нас других проблем нет в стране. И постоянно шарят у всех за щекой какой-то ваткой. Какой-то ваткой, герная экспертиза. И поэтому мне кажется... Сейчас мы узнаем, кто твой биологический отец. Говоря о русском языке, надо говорить и о русской литературе, и о общей культуре нашей страны. Потому что если что-то не предпринимать, это будет катастрофа. Итак, мы пришли к дисрексии и к дисграфии. А можно мне нотку оптимизма внести в этот разговор? И вернуться вот к тем идеям, которые нашей аудитории были высказаны. Вот с того момента, когда мы заговорили о молодежном жаргоне. Во-первых, неправда, что это приобретение современности. Нет, конечно. Просто в 70-е, в 60-е, в 50-е это был другой молодежный жаргон. И вообще, ведь это специфика любого варианта нелитературного национального языка. Есть диалекты территориальные, которые, естественно, складываются в зависимости и от погодных условий в том числе. То есть, когда губы стынут, наверное. Ну, где-то окают, где-то акают, на севере окают, а на юге акают и якают и так далее. Это профессиональные жаргоны, когда люди определенной профессии хотят, чтобы уже по одному слову, не видя его, можно было понять, что он принадлежит к числу моряков или медиков. И это возрастные жаргоны. То есть, это варианты нелитературного языка, которые создаются для того, чтобы как-то в разной степени открытости, но обособить определенную социальную группу. И когда они друг с другом общаются на том, что нам непонятно, это маркер сразу. Я вхожу в этот круг или не вхожу. Но через 10 лет точно так же они не будут, ну, через 20 лет они своих подростков, детей точно так же не будут понимать. И вот это не новое явление, оно естественное для языка. И не трагедия. И не трагедия. И поэтому как раз вот культивация государством именно литературного языка очень важна. Ведь еще раз хочу повторить, это не просто нормы, а это нормы, которым государственная система образования целенаправленно обучает все молодые поколения. Для чего? Именно литературный язык объединяет весь народ. Независимо от того, живешь ты на севере или на юге. Независимо от того, тебе 15 лет или 80. Независимо от того, ты профессор или рабочий. Независимо от того, в какой социальный круг ты входишь. Читаешь ты до сих пор классику или ты остановился на Гарри Поттере 30 лет тому назад. Но, тем не менее, все эти люди понимают друг друга и могут общаться на этом языке. Поэтому мне вот и кажется, что речь Путина, когда он призывал к грамотности, оно касалось больше как раз вот этого объединяющей функции литературного языка. Как национального кода, единого национального кода страны. При этом у нас нация понимается как политическая нация или как этнос. Вы сказали о национальном коде. Мы нацию понимаем как этнос в данном случае, как политическая нация. Но если мы говорим о русском языке, то это государственный язык, прежде всего, объединяющий разные, в том числе и национальности. Понятно. Спасибо. И поэтому нет ничего страшного в проблеме того, что время от времени мы возвращаемся. Ах, опять надо повышать грамотность. Ну, потому что люди, рождаются новые дети, и надо новое поколение обучать этому литературному языку страны. Я просто был бы счастлив. Спасибо вам огромное. Я был бы просто счастлив вот на этой ноте закончить. Но почему я на ней не хочу заканчивать, я сейчас поясню. Потому что если мы на ней закончим, то мы должны сделать вывод. Что мы вообще тут собрались? Нет, это важные очень проблемы. Это важные проблемы. Это важные проблемы. Просто это не новые проблемы. Да, то есть все-таки они накапливаются, их все-таки надо решать. И решать игноры. Отлично. Именно мы, филологи. На том же самом совете, как это ни странно, может быть, прозвучит, выступал не только Путин. На том совете, о котором мы говорим. Выступал, в частности, правда, очень коротко, господин Замаледдинов, директор института филологии межкультурной коммуникации. И выступал мне лично очень симпатичный человек, Игорь Волгин. Он эссеист, литературовед. Если кто-то когда-то хотя бы раз попал на канал культура, он ведет там довольно любопытную программу. Месят бисер, да, там, перед всем. Так вот, Игорь прочитал, я думаю, он повеселил Владимир Владимирович Путин. Он прочитал такой стишок. И бог мычит, как корова, и рукописи горят. Вначале было не слово, а клип и видеоряд. О, дивный мир этот тварный, пою тебя и хулю. Хотя мой запас словарный, давно стремится к нулю. И во след этому стишку Волгина из могилы великий Станислав Йожелец шепнул, безграмотные вынуждены диктовать. Подумайте, что хотел сказать остроумец. Безграмотные вынуждены диктовать. Они и диктуют. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо вам, уважаемые эксперты. Спасибо вам за внимание, уважаемые телезрители. Я хочу напомнить, что это было очередное заседание телевизионного клуба Казанского федерального университета. Я, Юрий Алаев, ведущий этого клуба. Один из ведущих. Спасибо, до следующих встреч. Спасибо вам. Спасибо.